Друзья, приветствую вас на канале о сложном просто. Продолжаем делать каталог товар по версии 2023 года. Сегодня по лучшему сущности ревью некоторые списки, они там разного типа, поговорим о том какие. У нас есть три метода, которые заявлены в реализации. Не знаю, насколько полезен этот метод получения по идентификатору, если мы всегда с продуктом будем выдавать, а этот метод не нужен, если не будем выдавать, то придется выдергать отдельно. Это как бы такая дилемма для фронт-энд разработчика, что лучше взять, или по требованию отдать нужные товары, или нужный ревью для конкретного товара, либо сразу их выдавать. В общем, это опять же зависит от того, кака будет реализация. Ну, давайте сделаем их все три, а дальше будем посмотреть. Итак, первое, что нужно сделать, давайте сделаем пейджет. Наверное, это будет самый простой вариант, тем более, если учесть, что мы уже пейджет делали, и не раз я планирую в очередной раз скопировать. Ctrl-C, Ctrl-V. Я опять же в очередной раз попрошу вас за это прощение, и здесь сделаем все же просто. Update, нет категории, на ревью. Вот так вот, ой. На ревью и Alt-A. Отлично, теперь у нас здесь есть наши, собственно говоря, ревью, которые по образу и подобию будем получать. Ну, вот, как видите, теоретически все должно сработать без каких-либо. Единственное, что мне нужно в ReviewExpress, в ReviewEndpoint добавить этот GetPage. Ну, вы знаете, я тоже, наверное, поступлю совершенно даже по-свински. Возьму вот так вот, GetPaged, скопирую, и вот сюда вот таким вот макаром ставлю, и, соответственно, ну, вот таким вот прям наглым образом сделаем такую штуку, и это будет GetPaged уже Reduce, и, соответственно, здесь мне нужно сделать то же самое. Ну, в общем-то, единственное, что мне нужно... Ага, здесь мы наружу выдаем IPAgetList от Reduce. Ну, ну, по идее, мы должны увидеть список. Давайте проверим, запустим. Он у нас не авторизованный, вернее, не требует авторизации. Review, Get... Я не вижу, наверное, мы не проверились. Да, нужно поменять до конца, но, во-первых, здесь нужно писать Review. Вот, и... да, опечатался я, конечно же. И вот этот метод нужно так же отдать в раздел Групп для Review. Сейчас точно нужно появиться. Review. Вау. Ну, ну, да, конечно же, тут тоже должно быть Reviews. В общем, да, следите за этим внимательно. Давайте остановим, вернее, давайте перезапустим. Ну, в общем, все блага копипаста я уже поймал. В общем, давайте попробуем выполнить эту долевую страницу. Показать мне Review. Ну, и как вы видите, вот страниц размер 5, всего страниц 3 и 14 страниц текущая. Ну, в общем, как бы, не знаю, о чем говорить. Все работает. Ну, давайте поставим, допустим, первую страницу. Ну, и здесь, да, поменялось. Уже первая. И здесь другие записи появились. Ну, в общем, первую часть мы как бы сделали. Итак, метод GetPaged готов. Давайте GetLastReview. Ну, по большому счету он очень похож. Единственное, что я бы, наверное, хотел здесь сделать переименование. Да, чтобы он назывался правильно. Можно было бы имени файла тоже найти. Ну, и, соответственно, GetLastReview 10 штук. Ну, это вообще, наверное, не без привязки продукта. Да. Ну, давайте, наверное, так и сделаем. Я опять скопирую. Давайте все лишнее позакрываем. Здесь напишем GetLastReview. То есть вообще, которые были сделаны, как бы, вот, последний. Так, это у нас... Не важно, какому, кстати, товару. И здесь я тоже переименую сразу, чтобы не потерять его. Итак, мне нужно здесь тогда Total, да, или там Count. Давайте назовем... Давайте так назовем Total Count. То есть, какое количество товаров нужно передавать. Опять же, в зависимости от того, пользователя авторизованный или нет, мы будем выдавать скрытые или не скрытые. Ну, то есть будем или не будем их выдавать. GetReview, GetRepository, Review, GetLast. Ну, а здесь, по идее, нужно сделать GetAll. Вот таким вот образом здесь у нас дальше будет предикат. И предикат у нас будет, опять же, выбирать в зависимости от того... Ну, хотя здесь нам даже предикат не нужно. Смотрите, здесь нам нужно сделать таким образом, чтобы... Ну, во-первых, нам нужно ограничить количество этих выдаваемых товаров. И я, наверное, включу сюда... Так, давайте посмотрим, что у нас сюда включается. У нас Review e-model, нет, просто выберется идентификатор продукта. И, наверное, нам сюда нужно вот этого, чтобы убрать. А, и номер обал производит. И, соответственно, я его здесь тоже таким вот образом везде прокинул. Значит, здесь мы получили некоторое количество товаров. И нам здесь, по идее, можно сказать... Ну, давайте уберем отсюда вы Async. Мы будем получать товары. И дальше мы будем их обрабатывать. Мы будем брать только то количество товаров, которые... Ой, то есть Review, да, которые нам, собственно говоря, так. Подождите. Total, давайте вот так и вот так. И где-то здесь вот так. И, соответственно, мы будем только те брать, которые нам нужны. И здесь будем брать to List e-sync. И вот тут-то уже будем брать Avaid. Вот. Ну, и сюда нужно постить Consolation Token, чтобы это было обработано, ну, правильным, должным образом. Итак, мы получаем из базы данных все товары. Игнорируем те, которые у нас, как бы, были Review. То есть Visible False. И, смотрите, у нас единственная проблема остается. Нужно ли сюда погружать информацию по товару, да? То есть нужно ли... Ну, давайте создам вот такой вот expression, который будет выдавать не просто... Например, Default. Или давайте... With Product Name. Таким вот образом. И здесь у меня будет Product Name. X. Product. Ну, так вот. Ну, чтобы было понятно. И, соответственно, здесь Review F12. У меня здесь он простой. Давайте я создаю здесь Review... Ну, наверное, так и создам. Control-C, Control-V, F2 и... Так, этот мне не нужен. И здесь я назову его Review with Product. И сюда, соответственно, допишу... Сюда напишу вот такой вот Name. Ну, то есть название товара, который... Давайте так. P-PRO Product Name. Вот, и, соответственно, я буду его выдавать наручу. Ой. With Product. И... Про... Дух... Ну, хорошо. With Product. Вот таким вот образом. И, соответственно, когда я буду получать реквест, мне нужно здесь уже по-другому получить. И, как вы помните, давайте я вам покажу. Так, мы возвращаем здесь продукт вот таким вот образом. Здесь мы будем вот это, вот это, вот это возвращать. И вот сюда добавим вот сюда. Тоже самый P-Model. Смотрите, ну, когда дергаем, у нас есть Application.Db. Context. Вот оно. И я говорил, что если мы дергаем в Review, то Visible. Теоретически мы можем сюда сделать, опять же, свойство навигации, чтобы всегда включались товары. Ну, я этого не делаю. Поэтому мне нужно его будет сделать вот здесь. И для этого я напишу Include. Нет. Include. Я вот таким вот образом ставлю название ленды. Include. Ну, и здесь подставлю как раз тот самый прозу. Ну, и еще вариант. Раз мы получаем только непосредственно... Ой, запятая. Название. Ну, можно как бы тоже здесь выбрать определенный набов. Ну, я этого не буду делать. Умбоксинг, пусть останется пока так. Ну, и теоретически я готов сделать... Где он? Endpoint для этого метода. Пусть у меня вот здесь вот будет где индекс. Ну, пусть будет вот так. Reuse. Get last. Здесь будет... Ну, давайте тоже сделаем, чтобы это можно было получить отсюда. Вот total. Ну, хотя это, наверное, не очень верно с точки зрения выводить это на API. Давайте делаем last. То есть настройку количества можно получать из настроек Upsettings или еще что-то типа этого. А так, чтобы через UI дергать, ну, представьте, запросим кто-нибудь у вас там миллион, и это, в общем, не будет некрасиво это. Get last. Здесь будет last. Здесь нам нужно количество, ну, пусть будет 5. И возвращать мы будем with product.ly. Вот так вот это будет выглядеть. И сюда, наверное, нужно это все убрать. Проверяем. F12 product.ly. Упс. Мы не можем это выполнить, потому что... А, здесь у нас может быть али, номер был, конечно же. В общем и в целом я готов это запустить. Нам не требуется тоже авторизация. Get last появилось в правильном месте. Execute. Ну, вот они. Раз, два, три, четыре, пять. В общем, вот они товар. Ну, единственное, что сюда еще, конечно, можно добавить order buy, потому что они должны быть последними. Поэтому давайте вернем все вот сюда. Нажмем Store. И здесь делаем вот такую штуку, которая как раз order buy нам и сделает. Ну, давайте. Descending. По created, допустим, add. То есть именно последний, те, которые передобавлены в базу данных. Ну, не знаю, есть ли смысл запускать. Давайте не буду запускать. Поверьте мне, что это сработает. Итак, закроем мы это все. Вернемся к нашим баранам. Поставим сюда. И, ну, и давайте тоже самое. Get all для конкретного продукта. Как вы понимаете, для продукта можно получить и пейджинг, и все. То есть без какого-то пейджинга. Я буду получать все. Ну, это 100-500 комментариев. Ну, хотя, наверное, это не очень правильно. Опять же, все на вашей стороне. Выбирайте, как вам это удобнее. И если второй вариант, то нужно вот этот метод скопировать и добавить сюда новый идентификатор. Если первый вариант, то вот этот, добавить идентификатор продукта. Ну, давайте я поступлю по-простому. В общем-то, для меня разницы нет. Давайте сделаем get last, наверное. Да, давайте я его скопирую. Откроем. И сделаем get for product. Здесь, соответственно, будет product.id. И это у нас... Ну, давайте я вот так вот опять же сделаю. Вот. И это у нас будет конструктор. Product.id мы нигде не используем. Ну, и здесь уже, как говорится, тот самый предикат, который будет говорить о том, что мы возьмем product.id равен response request total.com Я его не правильно назвал, да? Да. Я потому что не тот сюда прокидываю. Давайте вот так вот сделаем. И мы возьмем сюда product.id. Соответственно, запятая. Так, он у меня не id, он у меня будет. И, соответственно, нам теперь take async не нужен. Мы можем здесь сказать, что мы уже сразу возьмем async. Ну, в общем-то, вот все. Все, что нужно было сделать. Ну, давайте проверим. А, давайте добавим это все. Давайте начнем по порядку. Сначала измерим название. Теперь перейдем к pointin. Сделаем get last. Сделаем get for product. Здесь запятая у нас обязательно должен быть grid. А, нет, id. grid. И это будет get for product. Скопируем. И вставим сюда тот самый. Так, ну, здесь, наверное, get review for product. Будет правильно не звучать. Get review for product. Get сюда. И, соответственно, у нас здесь будет возвращаться with product name. Но нам он не нужен здесь product name. Просто get review. Product мы и так знаем какой. И я вот таким вот простым движением поменяю на тот, который мне нужно. Здесь будет default. И здесь, в общем-то, все получается. И на выходе, естественно, будет вот такой вот product review. И здесь у нас идентификатор. Вот, смотрите, нам тогда нужно сюда добавить with product id. И сюда этот product id отдать. Ну, в общем-то, все. Давайте запустим. Так, интересно, есть у нас какие-нибудь... Давайте посмотрим. Вот, product id. У него есть какой-то ревью. Давайте пакуем запросить ревью. 404. Ну, похоже на то, что я промахнулся с маршрутом. Да, смотрите, я здесь подставляю product id, а здесь беру id. Вот, давайте так и сделаю. Сейчас должно все сработать. Маршрут не совпадает, она в ней находится. Соответственно, говорит not found, что, в принципе, логично. Ясно, здесь должен быть product id. Так, где-то тут у нас есть какой-то product id. Execute. И вот мы пришли в метод. И вот пришли во второй. Выполняем его. Ну, а вот к нему даже два ревью. В общем-то, тоже считаю, что работает. Ну, и надо посмотреть еще вот, что. Работает ли... Ну, хотя я уверен, что работает. Ну, давайте проверим. Давайте посмотрим, как он у нас есть. B19 и у нас вот есть B19. Давайте его скроем. И теперь попробуем выполнить запрос. Еще раз. По идее, у нас должен быть один. Или я авторизован? Да, я, наверное, авторизован. Поэтому мы сейчас запрем все данные по нашу. Нет. Не получится. Или я не обновил? А, я не обновил. B19, нет. Вот оно вот. Так, проверяем. Еще раз. Вот здесь. И выпал еще раз. Писок. Мы получили два. Потому что... Один скрытый. Второй. А, visible oba true tab. Я, видимо, что-то не обновил. Visible false. Или есть где-то еще один. V. Да нет, нету. В блогах сделал. Смотрите, я сделал до какого? Для... А я не тот, наверное. Смотрите, я не тот сделал. 589, да? Так, 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 так. Вот он. И для этого сделаем false. Отправить. Вот. А теперь я говорю. Получи. И теперь он у меня один. Вот. Я не тот скрыт комментарий. Соответственно, если я зайду... Ну, вернее, авторизуюсь. И еще раз дерну этот метод. У меня их будет два. Ну, вот два. В общем, все работает. Так, друзья. Ну, на этом давайте закончим с этим видео. Здесь я тоже ставлю, что готово. И вот эти вот все у нас готовы. Ну, а дальше будем делать достаточно интересные штуки. Не знаю, на счет удаления. Смотрите, метки мы не удаляем. Они удаляются, если не используются. По этому методу я тоже удалю. Апдейт. Ну, по большому счету, у меня, например, в блоге этого нету. У меня есть только GetCloud. А апдейт – это обновить одно нейм. Свойство проще, по-моему, удалить. Ну, не хочет это делать. Если честно. Вот GetCloud им займемся, а заодно пробежим по всем правилам, которые нам еще нужно доделать. Я на этом с вами прощаюсь. Вам всего доброго. И пишите правильный код.